Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры! У нас праздник Крещения Господня, 19 января. Или по церковному еще называется он Богоявлением. Накануне день именуется сочельником, Богоявленским или Крещенским, потому что бывает сочельник еще и Рождественский, перед Рождеством Христовым. Почему этот день называется Богоявлением? Послушайте, как описывает это событие Евангелист Марк. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордании. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес, «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть, видите, здесь, на Иордании, Бог явился всеми лицами Святой Троицы. Сын вошел в воды Иорданские. Глаз с небес от Отца свидетельствовал о Сыне, а Дух Божий в виде голубя почил на Сыне, когда снизшел с небес. И поэтому этот праздник называется «Богоявление». Бог явился здесь, там, в Святой Троице. Более подробно об этом празднике я рассказал в прошлом году, в богоявленском ролике. Я ссылку на него дам в описании под этим видео. Вас же я сегодня поздравляю с крещением Господним. Напоминаю о том, что всем необходимо набрать водички освященной. Но для этого не нужно нести в храм бутыли огромные. Возьмите маленькую бутылочку и уже из нее дома сведите вам столько, сколько надо воды. И еще, практически, чисто практический совет. Кто может прийти на освящение воды 18-го числа, народу будет значительно меньше. Прямо на порядок будет меньше. А чин освящения совершается, что 18-го, что 19-го, один и тот же. В связи с чем разговор о том, что есть крещенская вода, есть богоявленская вода, есть ярданская вода, эти разговоры пустые. Эта вода освящается одним и тем же чином и на крещенский сочельник, и на самом деле праздника крещения, то есть богоявления Господня. Почему два раза освящается? А дело в том, что исторически сложилось так, что в церкви в некоторых местах освящали накануне, в некоторых в день праздника. И для того, чтобы не порождать каких-то споров, когда же правильнее, решили освящать и накануне, и в день праздника. В день богоявления мы должны окропить вожилище святой водой. Причем в книгах церковных написано, что освящается все. Можно и хлев, и курятник, и конуру собачью, и сарай с дровами, и туалет, и все дворовые постройки, и дом, и дачу, все-все-все можно освящить в тот день и смело окропить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Можно, кто знает, петь при этом тропарь крещенский, кто не знает, так просто во имя Святой Троицы. Освидитесь сами, освидитесь вожилища, и да подаст ваше сердце Господь мир, благодать и радость. С праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова